Девушки отдыхают Девушки отдыхают Южная Осетия испокон веков, ввиду своего природно-климатического расположения, привлекала к себе чужеземцев и иностранных туристов. Поэтому неудивительно, что нашу республику часто посещали и посещают известные люди, знаменитости, певцы, музыканты, актеры. У нас в гостях побывал известный российский актер, снимающийся во многих фильмах, Анатолий Кот. Наша беседа началась с рассказа об его увлечениях. Вы в Панапуле путешественник любите часто путешествовать? И где вы успели побывать помимо Южной Осетии? Вы знаете, я свою профессию актерскую люблю еще и за то, что постоянно приходится быть в разъездах. И уже когда там, я не знаю, месяц сидишь дома и никуда не ездишь, уже что-то не так происходит. Ну это постоянно, да, съемки в разных местах, в разных странах. Это гастроли тоже по разных городам и разным странам. И мне это всегда нравится, нравится путешествовать, узнавать и открывать для себя что-то новое. Ну а побывал я, ну проще, наверное, сказать, где не бывал. Я не был в Японии, в Австралии, а на всех остальных островках и континентах, ну основных таких, я побывал. В основном по работе, на гастролях. Ну и куда-то путешествовал, там в Африку путешествовал. В Норвегию путешествовал, потому что у меня еще есть одно страсти – рыбалка. Благодаря этой страсти тоже я там вот этим летом был в Швеции, тоже параллел ловил, ну и других рыб. Вот, да, и так как времени свободного не так уж много, и поэтому вот даже мой второй приезд в Цехинвал, и тем не менее я что-то открываю каждый раз, что-то какие-то новые уголки города, что-то новое узнаю благодаря и вам, ну, друзьям моим. Редактор субтитров А.Семкин Помимо того, что мне интересно быть и хочется на рыбалку, но основная цель – это мы хотим сделать совместный спектакль с актером вашего театра, с Рамазом Яблокиевым, и может быть это все получится, наша идея воплотится в реальность, такой совместный проект, и уже откроется театр, и мы сможем там сыграть. Вот, есть такая пьеса «Давид и Эдуард», пьеса для двух актеров. Для актеров она очень интересная, потому что там есть что играть, происходит событие в одном месте, и разворачивается вся жизнь каждого персонажа, и от выяснения отношений, где хватаются мужчины за грудки, до общего понимания и взаимопонимания. Вот, и меня очень греет эта идея, что мы сможем вот на вашей земле сделать этот совместный проект. Очень хотелось бы. И сейчас как раз проходят разные встречи, потому что мы люди творческие, оказывается, это все надо как-то обрамлять бумагами, написать какие-то заявки, и, ну вот, с этим всем знакомимся, ищем помощи, друзей тоже, поддержку, да, чтобы все это реализовать. С Рамазом мы знакомы давно, с 93-го года, познакомились с ним в Москве, когда он еще учился на национальном курсе осетинском щепке, и, ну, мы просто дружили. А теперь решили, чтобы эта дружба вылилась вот в спектакль, чтобы какое-то творческое наше проявление было. А то я смотрю, у вас тут воинская дисциплина хромает, да? Что, увидел гарную девчину и все? Забыл о своих обязанностях? Во время интервью нашей съемочной группе Анатолий рассказал о своем творческом пути и о цели своего приезда в наш город. Не счесть всех тех фильмов, в которых снимался кот. Их у него более 70. Вот у вас в основном отрицательные воли. Они вам ближе, как бы, или просто у вас лучше получаются эти образы? Может, другие? Я вот, я сам себе отвечаю на этот вопрос, что значит, получаем. Значит, получаются отрицательные персонажи, а удачно. Поэтому в основном предлагают мне таких героев. Конечно, не хотелось бы, чтобы их какая-то аура и их, даже придуманных персонажей каким-то образом влияла на меня. Не хочется, потому что зачастую это действительно отвратные люди. нехорошего поведения, с нехорошими поступками. Но кто-то же должен их играть. И если я сыграю так, что, да, вот это плохой человек на экране, значит, я правильно донес свой образ. Что за подразделение? Кто командует? Командиры ко мне! Командиры ко мне! Лейтенантом КВД Вайнштейн! Как старше по званию приказываю, оставить казарму и, развившись на мелкие группы, прорваться из крепости в сторону укрепрайона. Товарищ майор, разрешите обратиться. Если мы оставим позиции, немцы прорвутся в крепость, а мы можем их удерживать, пока не подойдет помощь. Немцы! К бою! Командир! Курчер слева! Береник! Выполняй, приказ, лейтенант! Две дивизии! Уже выдвинулись из подкоприны на помощь! Жертва с людьми бессмысленна! А вы, сержант! Старший сержант Новиков! Знаете, что бывает? За неуполнением приказа! Товарищ майор, виноват! Я вас не знаю! Разрешите документы! Да, да, да. Конечно. Это правильно. Хвалю за мнительность! И сапоги, пожалуйста! Что сапоги? Сапоги покажите! Наши гвозди круглые! Немецкие квадрятые! Новиков! Смотри! Квадратные! Стой! Стой! А житанчик-то немецкий! А гвозди-то были круглые! У меня в жизни такое было, был такой сериал «Солдаты», и я там играл не очень хорошего особиста, и на улице встретил меня прапорщик один, он увидел меня, у него наливаются глаза кровью, и он лезет на меня с кулаками драться и говорит, а в жизни ты такая же сволочь или нет? Вот для меня вообще жанр, я бы даже сказал, в котором я люблю работать, это трагикомедия, потому что вот в этом жанре, когда, если все правильно по жанру сделано, то зритель, он открывается во время какой-то комедийной ситуации, и он действительно открывается и душой. И в этот момент какую-то хорошую мысль, какую-то добрую, хорошую мысль можно донести, и она как бы ложится в открытую душу. Это, вот это здорово, мне нравится. Ну, и также, я считаю, одним из самых сложных жанров это комедию, просто рассмешить людей, это порой бывает сложнее, чем заставить его плакать. Пропуск надо проверять у всех. А то я смотрю, у вас тут воинская дисциплина хромает, а? Что, увидел гарную девчину и все? Забыл о своих обязанах? Театр, это особый вид искусства, правда, это ни с чем не сравнимо, и поэтому он, мне кажется, всегда будет жить, он сколько веков живет, и я думаю, еще дольше будет жить, потому что это происходит здесь и сейчас, вот в театре, вот на сцене, вот ты свидетель. Потому что завтра это уже будет другой спектакль, этот же как бы спектакль, но другая атмосфера будет, другое дыхание будет, другое восприятие зрителя, другой зритель даже может быть, понимаете, и это все, все это вместе, оно влияет, переплетается, даже погода и та влияет на то, что будет происходить на сцене. Это здорово, этим и ценен театр, этим он дорог, и для меня так же, как я думаю, для всех зрителей. В кино, да, можно там добиваться, переснять дубль, еще дубль, поискать, снять крупный план, средний, общий, режиссер скажет, хорошо, я смонтирую, все получится. Да, на сцене такого нет, а тем более, когда вот у меня моноспектакль, где у тебя даже партнера нету с кем, чтобы помочь только ты и больше никого, и это какая-то такая даже большая ответственность ложится на твои плечи. Кино предполагает другую подачу, другую немножко игру, в зависимости от того, когда ты знаешь, это крупный твой план снимает или общий план снимает. Даже пластика на общем плане это одна, на крупном плане пластика тела уже совсем другая, потому что там работает только как вот твое лицо, твои глаза и твоя душа. Театр это другое, это, ну, это есть какие-то даже просто элементарные технические необходимости, чтобы тебя слышали на последнем ряду, да, чтобы тебя, чтобы ты стоял в свету тоже. Это, ну, все правильно выполнял мизан сцену, даже просто, даже чисто технически это вот разные подходы. И другая подача, понимаете, когда ты играешь перед тысячным залом, когда у тебя тысяча человек сидит, зрители, и это, ты по-другому работаешь, ну, ты как-то больше ресурс затрачивается, энергетический, духовный твой. Может, не только, но вы работали в Берлине. Да, я проработал в Германии почти четыре года, самая, конечно, была большая сложность, это играть на немецком языке. Я работал в театре, но это колоссальный опыт, вот как для меня, как для актера, это другая школа, это другой вообще, не то, что другой театр, другой подход к театру, вот изначально не такой, как у нас. И сначала привыкал, потом мне это очень понравилось, и теперь я даже в какой-то смысле приверженец вот такого хорошего порядка немецкого и в театре. Потому что у нас как-то привыкли, что театр такой, ну, такой творческий, где можно там долго подумать, посидеть, порепетировать по полгода. А вот в Германии такого нет, и там все очень конкретно. Назначается день премьеры, и все идет к этому. И я выпустил тоже совсем недавно, в марте, в марте этого года в Берлине моноспектакль «Записки сумасшедшего». И захотелось опять поработать с тем режиссером, с Моникой Добровлянской, с которой долгое время сотрудничали, когда я жил в Германии, и сделали моноспектакль. Бывают какие-то кулисы, наверное, какие-то секреты, допустим, перед выходом на сцену. Многие актеры, допустим, не любят давать интервью или подогреваться не любят. У вас что-нибудь такое есть? Разные роли, может, и требуют разного подхода. Бывает, что приходишь в Германии, ну, понятно, что там коллеги же, все рядом, но раз ты так сел с текстом, сконцентрировался, и тебя никто не трогает, и ты никому не лезешь, и думаешь об этом. А есть более легкие роли, где можно вот на щелчок и вскочить. Не знаю, вы правильно говорили, ну, и мы так сами говорим, что действительно, каждая роль – это как ребенок, а дети все разные. Кому-то нужен особая опека и подход, да, а с кем-то ты кого-то можешь легко взять на руки, и он не будет сопротивляться, понимаете. Также, ну, чтобы тебя отвлекали, да, не хочется. Дуэли запрещены, да это и противоречит моим принципам. А вы наружки? Наружки! Анатолий является обладателем многих наград и достижений. За роль князя Владимира Друцкого в фильме «Анастасия Слуцкая». Он был отмечен специальным знаком жюри за яркое перевоплощение и исторический образ князя Владимира Друцкого в фильме «Анастасия Слуцкая» на 4-м международном фестивале актеров кино «Стожары». Привыкай, князь, к нашей еде. Говорят, тебе милая жена Алелькевич. Это лучший способ ее приручить. Анастасия будет твоя жена. Я тебе помогу. Да, супруги у меня тоже актриса, работают в МХТ имени Чехова. Тоже есть определенные сложности в совместном проведении даже отпуска, потому что графики не совпадают. То у нее отпуск у меня работает, то у меня работа, у нее отпуск, ну то наоборот. И порой приходится тоже это все сверстывать и стыковать. Очень есть надежда, что может в следующем летом получится в семью приехать в Скинвал и хотя бы недельку здесь тоже быть вместе с семьей. Друзья приглашают. А дети тянутся к вашему творчеству, но наверняка попадают на спектакли, которые в вашей актрисе смотрят. Ну да, вот у меня старшая дочь, ей 14 лет, и для меня, к сожалению, надеюсь, она не увидит этого, но для меня, к сожалению, она тоже решила стать актрисой. Так как я знаю эту профессию изнутри, знаю, что она очень непроста, сложная даже, а ребенку уже хочется лучшего, а не сложного. Но тем не менее, она пока что, вот в 14 лет, она хочет тоже стать актрисой. Ну, помню себя в этом возрасте, все еще может поменяться, я надеюсь. Ну, а младше семь лет, мы только вот идем в первый класс, она еще не определилась, с кем она хочет быть, у нее это вообще ежедневно меняется. Твое счастье, что меня отвлекли на другие дела, а то бы давно тебя по потолку размазал. В Германии я понял, что я хочу работать в Москве, потому что для актера, русскоговорящего, Москва, это, конечно, мерка в театральном и киношном смысле. Я очень хотел себя реализовать как актер, и я понимал, что в Германии это будет гораздо сложнее из-за моего акцента, из-за того, что я иностранец. Диапазон ролей будет гораздо меньше, как в театре, как и в кино. И это осознатно, это и понят, я решил перебраться в Москву довольно-таки в осознанном возрасте, я переехал туда в 30 лет. То есть я уже какую-то синицу в руках имел, и надо было поменять ее на журавля в мире. Последняя ваша работа, и что намечается в каком фильме, планируете сняться, какие предложения у вас в последнее время поступать? Ну, сейчас идут съемки, может, вы знаете, вы, наверное, видели такой сериал «Молодежка» про хоккей, про хоккеистов. Сейчас снимается очередной сезон, ну и вот как раз съемки там. Ну, и есть одно предложение. На сегодняшний день вот молодежка. Вы уволен. Понятно. Решение принял клуб или лично Пахомов? Сергей Петрович, неужели вы так и не поняли, что на сегодняшний день клуб, наш хоккейный клуб, это и есть Пахомов? Зато вы это очень хорошо усвоили. Поэтому до сих пор в строю. Ты что, у меня сороконожка? Ну тогда объясни мне, зачем тебе восьмая пара сапог? Слушай, Люда, ты мне со своими скидками уже все печенку проела. Да покупай, что хочешь, все, давай, пока. Прелесть моей профессии, что вот я вчера играл комедию у себя в театре, да, а завтра играю в трагедию, понимаете? А на съемочной площадке играю какого-то дурачка злобного. Ну и вот эти... Нет, я имею в виду не на фильме, да, в театре, понятно, они всегда живы одни на то же время играйте. А вот в фильме, вот допустим, вот этот сериал, да, все равно в этом играте. Да. А параллельно, не хочется, вот это совсем в другом, допустим, или в комбите, или не знаю, в серьезной роли? Ну хочется, конечно, ну, нет, хочется, но так поэтому, вот для меня просто, просто театр это спасение. В том смысле, что есть возможность переключиться, не оставаться головой даже в одном образе, вот, например, того же Жилина из молодежки. Благо есть возможность переключиться и сыграть других персонажей. Так как вы любите путешествовать, естественно, во многих странах побывали, как вы сказали, вот в каждой стране вас что-то да и привлекло, да, естественно, люди там разные, культура другая. Что конкретно вас привлекает в разных странах, вот на что больше вы делаете от всех в основном? Знаете, сейчас в последнее время, да, конечно, езжу, конечно, у меня, я вижу водоем и думаю, так, какая здесь рыба, как ее можно поймать, эти мысли заняты. Ну, естественно, я еду, ну, смотреть какие-то достопримечательности, на экскурсии, даже, ну, даже на гастролях, когда ты приезжаешь, там, если есть силы, бывают просто сложные переезды, но, если есть силы, то хотя бы смотришь там сейчас в интернете, все же можно быстренько найти, смотришь, что рядом с тобой, куда можно быстренько сбегать, на час, на другое. Вот. Познавать, вот, может, это какое-то познание, и одна тоже из составляющих моих профессий, которая мне дорога, это общение. Это общение с людьми, с разными людьми, понять, кто, как и чем живет. Может, это способствует и тому, чтобы какую-то копилку собирать образы, да, кто как там разговаривает, кто как себя ведет, как у кого, какой менталитет в каждой стране, да. Ну, это же интересно, и узнать это изнутри, поэтому интересно, вот, пойти на рынок, посмотреть, что, как, что, почем. Вот, интересно, да, до Владивостока я доехал, а вот до Японии, в Японии еще не было, мне хочется побывать там. Ну, что-то говорят, ну, совсем, совсем какая-то другая жизнь, другая страна, вот, там уже 22-й век наступил по технологиям, вот. И, конечно, побывать на другой точке земного шара в Австралии, ходить очень аккуратно, потому что там много змеи и пауков. Ну, да, да, и хочется, вот, на Северном полюсе. Ну, что ж, желаем вам в скором времени, чтобы ваши мечты осуществились. Спасибо, и вам всего наилучшего, надеюсь, мы встретимся в скором времени и по хорошему поводу, очень хотелось бы. После беседы популярному актеру была проведена экскурсия по центру города. Он с интересом прогулялся по любимой нами театральной площади, посетил Национальный музей. После этого наша съемочная группа вместе с Костем побывали и в исторической части города. Костем побывали и в исторической части города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова